Братишки и сестрички, электрики и электрички, здравствуйте! Сегодня мы проведем один замечательный, интереснейший и парадоксальный эксперимент, который я давно собирался провести, но руки до паяльника все как-то не доходили. Сегодня руки дошли, хотя у них ног нету, и эксперимент будет. Эксперимент действительно удивительный, многих он очень сильно поразит, особенно тех, кто электроникой когда-то занимался. Для того, чтобы провести эксперимент, мы будем использовать одну интересную, чудесную схему, которая называется EPN-генератор. На экране должна быть название, не знаю, получится нет. Который состоит всего лишь из одного трансформатора. Трансформатор достаточно высокочастотный, ферритовый, хотя может быть и низкочастотный. Можно использовать вот такие вот трансформаторы фильтра, трансформаторы импульсов, они тоже пригодятся. Ну и визуализация генерации будет за счет вот таких вот светодиодов кристаллических матричных. Ну, в качестве питания, конечно, будет вот такая вот аккумуляторная батарейка, которую я и буду использовать. Но не в этом дело. Для начала давайте коснемся самой схемы, а потом... А потом... Потом я буквально докажу вам на практике, что германиевые транзисторы вот такие вот массивные и особо мощные, ну, иногда не особо мощные, являются, ну, просто говоря, волшебными. И в описании, в технических описаниях, в схемах то, что я вам сегодня покажу, вы никогда не увидите. Ну, для начала схема генератора. Как я уже сказал, генератор состоит всего лишь из одного трансформатора, а дальше провода и транзистор. Ну и, конечно, требуется батарейка. Источники питания могут быть очень маломощные. Любые пальчиковые батарейки, даже очень сильно просевшие, и с очень маленькой мощностью. То есть ток в этих схемах у нас будет очень-очень мизерный. Это я тоже вам покажу. А пока давайте покажу схему этого генератора, и мы немножечко о ней покумекаем и почирикаем. Ну, как вы знаете, транзисторы обычно в схемах используются со смещением. И если вот этим резистором установить смещение этому транзистору, то от плюса на базу протекает ток, транзистор открывается. Вот этот же резистор делает все с точностью до наоборот. Вот если плюс на базу открывает этот транзистор, то вот этот резистор закрывает. Если этот резистор будет малоомным, то, конечно же, транзистор закроется и работать не будет. Но именно на этом парадоксе основывается работа EPN-генератора. Почему EPN? Ну, посмотрите мои ролики, узнаете. Короче говоря, смотрите. EPN-генератор в схеме выглядит вот так. Ну или схема EPN-генератора выглядит вот так. Напоминает немного Джоульвор. Давайте покажу классический Джоульвор без обвеса. Вот классический Джоульвор, в котором есть трансформатор или же катушка с отводом от средней точки. Тут вот прекрасно видно, что обмотки соединяются в этой точке на плюсе. Но в этой схеме все логически логично. То есть вот эта вот обмотка, которая является сигнальной, генерирующей для базы, она же подает и ток смещения. При этом из-за того, что она имеет очень малое сопротивление, ток от плюса на базу через эмиттер идет очень большой. И экономичность этих схем весьма и весьма маленькая. То есть да, они высаживают и выжирают батарейки для того, чтобы там светодиодик светился, но при этом потребляют очень много. Транзистор перегревается, катушки перегреваются и батарейки быстро садятся. В отличие вот от этой схемы, схема, которую я нарисовал по образу и подобию, они вот практически один в один. Работать не должна. Почему? Ну смотрите, мы только что показали и доказали, что если нет смещения на транзистор, а здесь его нет от слова совсем, то такой транзистор никогда не придет в рабочую точку и генерировать не будет. Но здесь стоит катушка связи, то есть в коллекторной цепи, как и положено, есть электромагнитная катушка, дроссель. Вот, а здесь катушечка связи. Она закорачивает базу на минус и на эмиттер. То есть вот здесь вот у нас, по сути дела, короткое замыкание. Это все равно, что мы использовали вот этот вот резистор. Давайте покажу его. Вот этот вот резистор очень и очень малоомный. Несколько витков провода медного не составляют никакого почти сопротивления и закрывают полностью этот транзистор. В то время как вот такого резистора тут нет совсем. То есть между плюсом и базой нет никакого соединения. Смотрите, нет. Запертый транзистор, но это и есть тот самый волшебный EPN-генератор, который поможет нам исследовать свойства германиевых транзисторов, вот таких вот германиевых транзисторов, на которых он работает. Итак, в этой схеме, в общем-то, ничего нарушающего логику нет. Многие, кто сталкивался с германиевыми транзисторами, знают, что у германиевого транзистора есть так называемый небольшой ток утечки, то есть через транзистор протекает все-таки какой-то ток. И этот ток, конечно же, зависит от сопротивления и от сигналов между базой и эмиттером. В банальном случае, если подсоединить сюда динамик, а эту катушку использовать как катушку связи радиоприемника, мы в динамике будем слышать хороший усиленный звук. Да, такие усилители работают, прекрасно работают на малые сигналы, не на сверхмощные сигналы, на малые сигналы. И германиевый транзистор может работать без смещения. И вот здесь логика никак не нарушается. Но мы сегодня логику даже вот этой схемы нарушим. Но прежде чем мы нарушим логику этой схемы, давайте, наверное, я покажу, что эта схема работает. Итак, работа EPN-генератора. Я сейчас возьму свой любимый паяльничек, возьму светодиодики и спаяю вот такую замечательную. Вот, раз, и готово. Так, значит, я припаял светодиоды, ну, точнее, один светодиод прямо на катушку дросселя. Вот. Одна обмотка у меня закорочена светодиодом. Давайте я покажу, что значит и где я использую светодиод. Вот такими стрелками я обозначаю выход этой схемы. То есть именно здесь появляются импульсы, ну и в данном случае увеличенного напряжения. Можно увеличенное напряжение брать относительно минуса, то есть ставить светодиод между этой точкой и этой. А можно припаять светодиод прямо сюда, вот на эту катушку. Ведь всплески напряжения происходят именно в ней. Поэтому я и припаял этот светодиод, давайте покажу его ближе, прямо на обмотку катушки этого трансформатора. Это трансформатор. Внутри порядка 80 витков провода. Это типовой дроссель из лампы экономки. А вот снаружи я намотал несколько витков, по-моему штук 8, вот такого толстого изолированного провода медного, которому и подсоединил вот эти проводочки. Сейчас покажу, что за проводочки. Зеленый, белый, красный. Итак, белый проводочек, это тот проводочек, который идет на базу. Так проще запоминать. B это база. Зеленый идет на эмиттер. Буква Z напоминает букву E. Это эмиттер, это земля, это минус. А что за красный проводок? Красный проводок это то, что идет к батарейке. В зависимости от типа транзистора, используемого в этой схеме, здесь будет либо минус, ну тогда можно было бы и синий провод здесь использовать, либо плюс. Почему? Ну потому что вот скажем, у этого транзистора у него структура PNP, и у него эмиттер изображен как стрелочка, идущая на базу. А здесь изображен транзистор, давайте я его покажу, вот этот вот, 213 по-моему. У него структура NPM, то есть у него стрелка идет ровно так, как в этой схеме. И с него мы как раз и начнем. Вот этот красный провод, этот красный провод, он будет идти просто на батареечку. EPN-генератор работает от любого из этих транзисторов, даже вот от этого спиленного. Его я тоже покажу работу, обязательно. Так, где у нас, вот они. Эмиттер у этого транзистора, это то, что в стеклянном изоляторе. Так, берем эмиттер. База находится посередине, можно посмотреть по справочникам, можно прозвонить. И сюда я собрал схему так, чтобы можно было подсоединять всего лишь три провода. К коллектор красный, Б белый база, и зеленый, это эмиттер. Вот, вот так вот на одном транзисторе. Ну, а дальше мы подключаем батарею. Подключили батарею, ярко светится синий светодиод, то есть ничего такого удивительного нет. Все, заработал, заработал этот генератор. Генератор повышает напряжение, то есть можно его использовать как схему Джоуль-Вора, но гораздо более экономичного и практичного. Давайте для любознательных я покажу, что такая схема потребляет крайне малое количество электроэнергии. Возьмем прибор, переключимся на 20 мА, я думаю, тут видно, это хорошо. Вот, и включим работу схемы. Так, прикасаемся к батарейке. Светодиод светится и потребляет 0,59 мА, то есть менее 1 мА, при этом яркость свечения достаточная. Конечно, это, ну, видно, видно очень хорошо, то есть не какое-то тусклое свечение, вот в камеру он хорошо светится. При этом потребление 0,57 мА, то есть очень экономичная схема, которая позволяет, ну, реально высасывать батарейки, скажем, ваши там супер батарейки просели, и вы собираетесь их выкачать до конца. Так вот, если использовать классический джоульвор по вот такой схеме, у вас будет ток всей схемы десятки, ну, там, 10 минимум мА целых, хотя, ну, чаще всего у джоульвора этот показатель гораздо выше. А используя вот такую схему, вы снижаете электропотребление на максимум, то есть батареечку вы уже высаживаете экономично, и получается, что таким образом из севшей батарейки вы делаете реально вечный фонарик, потому что с таким токопотреблением работать ваш фонарь или ваша вечная свеча будет, ну, действительно, крайне-крайне долго, крайне-крайне вечно даже на севших батарейках. Давайте продемонстрирую, сколько, ну, то есть, как будет светиться от вот этой просевшей батарейки. Ну, вот, свечение хорошо видно. От любой батареечки, от любого аккумулятора, вот тут вот напряжение указано 1,2 В, так, вот сюда минус, так, не путаемся, и вот сюда плюс. Яркое свечение синего светодиода, держать немножко неудобно. Яркое свечение синего светодиода при очень маленьком токопотреблении. То есть, я могу вот этот вот трофейный аккумулятор никель-кадмиевый прекрасно положить, включенным в схему токи небольшие, напряжения небольшие, ничего не бояться. Светится. Все. И вот наша установка по схеме EPN-генератора. Так, пардон, ребята, это JouleWord, а это EPN-генератор. Вот, работает и прекрасно увеличивает напряжение, но работает по классической схеме. Теперь, когда теория нами хорошо изучена, разжевана и показана, мы, давайте вот так вот схему я расположу вот здесь. Будет ее видно в кадре всегда. Вот, испытаем все вот эти транзисторы, которые лежат у меня на столе. Берем, и, как положено, значит, на базу, на коллектор, на эмитер, светится. Это у нас был 210-й, хороший такой мощный транзистор. Еще один. Так, эмитер, база, коллектор, светодиод светится. Ух, как ярко даже, хорошо светится. Так, вот эти транзисторы у нас прошли испытания по этой схеме. Давайте вот этот, база у него здесь. Триот красивого. Как он пойдет? Красиво работать будет или некрасиво? Вот так вот соединяем. Коллектор. Да, что тут вот так видно, что прекрасно все светится. То есть, генератор работает на всех типах этих транзисторов. Это германиевые транзисторы. Ну, а теперь на закусочку спиленный транзистор с открытым кристаллом, который мог и окислиться, могло произойти все, что угодно. База у него здесь, эмитер у него обломан. Цепляемся на базу. Красный на коллектор, как мы запоминали, и зеленый на эмитер. Сейчас подцеплю. Все подцепил. Прекрасно все видно, прекрасно светится. По-моему, он работает даже лучше, чем все предыдущие транзисторы. Мы убедились, что схема работает не случайным образом, а работает она на всех этих транзисторах. Работает при, по сути дела, отрицательном смещении, то есть типа на закрытых транзисторах. Но это еще не все. А что будет, если мы возьмем и перепутаем коллектор и эмитер? Честно говоря, я только что это самое и сделал, но вы немножко этого, наверное, не увидели. То есть я возьму транзистор вот такой вот структуры. Так, ну вот так вот будет, наверное, хорошо видно. То есть вот наша классическая схема. Здесь приделан светодиод. Плюс подается на эмиттер. Минус здесь. А теперь я возьму вот такую структуру транзистора, где эмиттер смотрит вот сюда на базу, и ток должен течь от плюса к минусу вот в эту сторону. А плюс подам на коллектор. А минус подам сюда. Как думаете, будет работать такая схема или нет? То есть мы сейчас проверяли на разных транзисторах работу вот такой схемы. В ней нет никаких нарушений логики. То есть есть плюс, он на эмиттер, по стрелочке проходит сюда. Все окей. А теперь мы перевернем транзистору питания и будем использовать коллектор вместо эмитера. Я специально схему сделал так, чтобы она была на три провода. Вот, и теперь мы знаем, что база у нас находится вот здесь. Вот генератор работает. Просто возьмем и поменяем выводы питания. Эмиттерный провод зеленый я посажу на коллектор, который находится на корпусе. А то, что было на корпусе, я посажу на эмиттер. Сейчас, дайте попасть. Ой, что такое? Светодиод светится. Давайте положим все на место. Так. Вернем эмиттер на эмиттерный провод. То есть, что эмиттер, что коллектор в этой схеме все равно. Транзистор работает. При этом токопотребление не изменилось. Могу прибором показать, но, наверное, я все-таки поверяйте на слово, потому что я разговариваю с серьезными людьми. Итак, ну может быть вот этот вот спиленный транзистор действительно стал обладать какими-то универсальными свойствами. И именно он работает таким образом. Давайте проверим остальные. Начнем со старого триода Красилова. Ну, потому что он наименее изучен. Поэтому берем. Сперва суемся вот сюда. Работает. Теперь суемся вот сюда. Работает. Но видно, очевидно, что работает немножко хуже генерация. Но все-таки работает. То есть, в обратной полярности этот транзистор все равно работает. Берем вот этот транзистор. База у него здесь. Не задумываясь. Вот сейчас у меня эмиттер попал на коллектор сходу. О, как. Шикарно. Ярко, шикарно. А теперь меняем. Эмиттер ставим на место, где ему положено быть. Коллектор на место, где ему положено быть. Вообще шикарно. Без изменения мощности, без изменения яркости. Работает хоть так, хоть так. Ну и, конечно, мои любимые волшебные P210. В это трудно поверить. Но и они подчиняются этой волшебной логике. Когда я, путая эмиттер с коллектором, получаю один и тот же результат. Прекрасно работает в этом положении. Теперь меняем коллектор на коллектор. Ставим, как ему положено. И на эмиттер. Прекрасно работает в этом положении. Практически все транзисторы, которые я вам показал, они прекрасно работают в любом положении эмиттера и коллектора в этой схеме. То есть переворачивайте сколько угодно. Ну, вот путать базу, конечно, не рекомендую. Потому что если вы перепутаете эмиттер с базой или коллектор с базой, то такая схема, конечно, работать не пожелает. От величины транзистора, от открытости, от спиленности транзистора практически ничего не зависит. Только вот старый триод красивого, он как бы имеет более такие скромные характеристики в обратном направлении включенный. То есть вот здесь эмиттер и коллектор я могу менять местами, как захочу. Разумеется, работа такой схемы без резистора смещения, да еще и включенной в обратной полярности, может вызвать полнейший астракизм, отрицание в понимании, особенно тех, кто учился электронике по учебникам, кто не проводил своих собственных экспериментов дома, на кухне, кто не общался с друзьями и не пытался сделать что-то новое. Я вам всегда рекомендую немножечко применять свои мозги не только для прочтения учебников и повторения того, что сделано и придумано до вас, а еще шевелить извилины, фантазировать, пытаться, пробовать, строить, и, наверное, у вас что-нибудь получится. Я никого не учу, я занимаюсь своими кухонными экспериментами в свое удовольствие. Провожу опыты, чтобы подтвердить или опровергнуть свои собственные идеи, и мне это нравится. Столь простая и экономичная схема, удобная в сборке, может помочь не только начинающим радиолюбителям, а просто мальчишкам, которым сейчас от смартфона оторваться невозможно, войти в мир электроники и сделать что-то своими руками. По-моему, меньшего количества придумать деталей, я имею в виду, для такой схемы, и невозможно. А то, что схема оказалась практичной и экономичной, ну, это, по сути дела, открытие. Надо отдать должное Александру из EPN Electronics, что он заметил этот эффект. Ну, а мне сказать спасибо за то, что я все-таки доказал, что транзисторы работают без смещения, могут работать в качестве хороших, красивых усилителей, и на эксперименте доказал, что обратное включение транзистора, а все равно работает. Почему это удобно? Да потому что мальчишка, который неправильно включит этот транзистор, но у него схема заработает, будет рад. А если он проковыряется в какой-нибудь километровой схеме, собирая супергетеродинный приемник, который даже через год после сборки работать так и не стал, он обидится, плюнет на все, и про электронику забудет, схватит смартфон, и будет просто смотреть видеоролики. Дай бог, чтобы мои. Ну, или более умные, чем у меня. А на этом все. Пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Субтитры создавал DimaTorzok